всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 если вы только сейчас попали у меня на канал либо допустим вы подписчик и следите за тем что я делаю я выкладываю про это периодично ролики то в принципе вы знаете что у меня на канале есть такой плейлист посвященный гаражным шторам утепленным шторам завесам и всем прочим таким вот вещам это вещи которые я делаю постоянно и вот это не исключение сейчас передо мной вот я лишь стою рядом со шторой предназначены для сельского хозяйства то есть это для утепления вот данная штора идет для гаража вот рядом лежат еще вот половина шторы лежит уже сделанная по точно такому же принципу для утепления овощехранилища и в принципе вот данный ролик как раз посвящен рачительным хозяевам которые в принципе озадачены следующим вопросом как лучше сохранить собственную продукцию как сохранить тепло допустим своих овощехранилищах либо еще в чем-то допустим там где это нужно потому что затраты на отопление затраты на тепло это в принципе деньги в конечном итоге это всегда деньги и деньги очень нехилы и поэтому здесь всегда встает вопрос о том что нужно как-то озадачиться как это тепло сохранить но вот если вот ну допустим овощехранилища они являются подземными в основной массе то есть там вероятно может они могут быть как иметь допустим систему отопления так не иметь всем отопления то есть чисто тепло сберегается в них за счет того что допустим но вот тепло они находятся глубоко под землей вот поэтому здесь как бы вот такая вот ситуация но при всем при том нужно сохранить тепло вот один из вариантов которые я предлагаю я рассказывал про данные изделия неоднократно это шторы шторы для вот в данном случае идет речь для овощехранилищ вот эта штора правда не для овощехранилища вот рядом лежит точно такая же вот сейчас делается несколько штор такого плана для одного сельхоз предприятия то есть это идет как раз для овощехранилищ для ангаров а вот это сделано для гаража того того же предприятия то есть как порешён вопрос как я предлагаю решать вопрос вот для сохранения тепла в подобных вещах то есть это здесь использовано во первых морозостойкая ткань даже 300 грамм эта ткань у которой мы которые не дубе эту который реальная морозостойкость до минус 50 градусов это проверено проверено на практике мной личный и провели на в принципе неоднократно моими клиентами то есть это действительно вот такая морозостойки ткань плотно сию 300 грамм поэтому она достаточно мягкая она достаточно мягкая достаточно тонкая она не любит на морозе то есть ну конечно она становится чуть более жесткой но оно не становится деревянной и ананил не ломается на морозе внутри данная ткань имеет сшиты шторы из двух сторон то есть соответственно это двойная ткань и внутри нее находится десятка синтепон десятка синтепон то есть он существует для утепления как раз для сохранения воздуха потому что когда вот эта штора раз повесилась то есть когда она набрала внутри себя воздух соответственно помимо того что она выполняет барьерную функцию то есть она выполняет еще дополнительно воздушные у нее внутри находится воздушный своеобразный барьер который в принципе удерживает теплопотери снаружи с внутренней части допустим шторы то есть температура внутри шторы и температура допустим на ее внутренней или наружной поверхности разные всегда ну вот то есть это как еще раз говорю эта штора создана для утепления это гораздо круче чем допустим брезент которым привыкла основное количество сельхозпроизводителей то есть это однозначно круче брезента она не выгорает если это допустим мастерские какие-либо она прекрасным образом моется даже если она испачкалась его можно просто тупо промыть водой по из керхера и все собственно этом все вот штора как еще раз говорю имеет люверсы люверсы для крепления по двум стенам ангара либо бокса соответственно имеет люверсы по верху для того чтобы можно было ее повесить и смещать например ее целиком что он в сторону вот данная штора вот которая передо мной это штора в размере час скажу даже точно это по-моему почти 5 на 4 метра до это 385 на 5 метров штора вот это вот конкретно то есть они бывают разного совершенно типа они могут быть сплошные его данная штора состоит из двух из двух половин вот сплошные шторы соответственно это нужно разрабатывать и придумывать ролевый механизм для их подъема вот соответственно но это как бы ну самими механизмами я не занимаюсь я занимаюсь только вот этим вопросом вот ну как видите говорю штора большая то есть это 4 на 5 метров в данном случае вот а ее фактически размер это 55 с половиной метров то есть если взять по полотнам индивидуально и соответственно на 385 то есть это вот такой размер шторы то есть об этом почему размер больше потому что у нее посредине имеется нахлёст нахлёст 50 сантиметров который будет ну вот как вы видели по моим роликам он просто это для прохода в принципе можно приподнять эти шторы то есть и допустим заехать какой-то небольшой техники в но в таком размере то есть это беспроблемно либо допустим можно снять ее по одной стороне сместить ее полностью на сторону и тогда техника будет для этот вангард заезжать совершенно спокойно так что вот вот такая изделие делается как еще раз говорю если вы рачительный хозяин если вы занимаетесь сельхоз какими-то вот вам вы хранить какие-то сельхоз дела то есть либо например вы храните продукцию которая требует ну вот в помещениях больших помещениях которые нужно например сохранить тепло то вот имейте ввиду то есть такие вещи я делаю то есть оплата возможно как наличными так и безналичными я без проблем работаю с любыми организациями проблем никаких нет заказы всегда как всегда производится через почту то есть изначально лучше всего выходить на меня через почту почта есть в подписании в подписи в канале каналу каждому видеоролику всегда идет почта то есть указание где можно с как со мной связаться поэтому имейте это ввиду а так вот такой вот изделие вот он выглядит симпатично она подойдет кстати не только она подойдет даже для допустим для автосервисов там для чего угодно то есть единственное что вот но здесь всегда нужно включать голову какой материал использовать потому что если вы например будете заниматься сваркой ну это пвх материал сами понимаете то есть сварка он не ну если вы будете будет лететь брызги но придется штора уйдет в ремонт то есть такие случаи тоже были ну вот поэтому здесь всегда нужно включать голову если это мастерская в которой постоянно вы варите там либо у вас работают болгарки на которые направлены прямо вот рядом со шторами нужно делать другой соответственно другую другой использовать материал по крайней мере с одной части вот а если у вас этого нет то тогда вот такой вариант это самый оптимальный то есть это даже 300 грамм цвета сейчас в основном я делаю синего цвета потому что тента для но она идет из данной ткани я делаю в том числе тента для катеров на них вот в основном идет синий цвет то есть вот ее синий цвет он является универсальным вот так что вот если говорю еще раз хотите провести расчет сделать заказ без проблем пишите мне на почту скидывайте чертежи скидывайте размеры но соответственно делаются согласно из предоставленным вашим размерам чертежам а так все я вам все отвечу рассчитаю сделаю этот как его называется если вас устроить ценники соответствующим образом можете заказать как еще раз говорю вот данная штора это утепление для овощи базы овощи базы гаража овощи база а дальше вот следующие делаются непосредственно для овощехранилищ так что вот имейте это ввиду это лучше лучше чем брезент сто процентов так что вот как еще раз говорю почта всегда как всегда один серж 23 собака mail.ru пишите обязательно отвечу а так спасибо за внимание до свидания